Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Начинаю новый влог. Только что встала, позавтракала. Время 9. Вчера уснули, в 2 часа ночи болтали, а то мы всё очень давно не видела дядю, естественно, соскучилась. А сегодня я, наверное, буду уже уезжать в Паку. Планировала пару дней остаться, но потом вспомнила, что я не взяла с собой ноутбук. И даже если я буду снимать очень много материала, куда я это буду скидывать просто? А не работать я не могу, у меня сердце остаётся в Баку. Ещё плюс Твиксик один, я боюсь, что с ним что-то произойдёт, хотя я ключи дала порвание, и она в день 2 раза заходит к Твиксу, его кормит, поет и так далее. Но всё равно, вы сами прекрасно знаете, что пережил Твикс, и сейчас ему нужно обнимание, уход и так далее. Потому что в последнее время я начала замечать, что он очень часто ходит в туалет, и это меня сильно напрягает, если честно. Я боюсь, что его цистит опять вернётся, и опять будет эта сложная стадия. Смотрите, что я нашла. Да, ностальгия в глаз попала. Это книжки, которые я покупала, когда мне было лет 14. Я очень любила читать, хотя по мне это незаметно. Я вот покупала книги, 175 рублей. Не в библиотеке брала, потому что там не было таких книг. А вот покупала. Такие романы для девочек. Куча у меня книг. Я просто пару решила показать, пару своих любимых романы любила читать, а больше всего обожала читать детективы Дарьи Танцовой. Таких книг у меня просто куча. Все перечитала. Реально очень интересные детективы. Не знаю, сейчас они продаются или нет, но я их покупала вот за 64 рубля. Да, куча просто книг вот этих вот именно в таком тонком переплете. Теперь, к сожалению, бабушка только на фотографии. Смотрите, какая она здесь красавица. Сделали такую фотографию. Это братик сделал в черной рамочке. Вот так вот она здесь рядышком с нами. Смотрите, что больше всего меня удивляет. Эта кошечка беременная. Но она выглядит просто как котенок. Очень маленькая. Мы ее покормили. Сладость. Но боится она. Видите, как убегает. Скоро у нее будут котятки. Кому-то нужны котята такого цвета. Здесь вот под этим поднавесом были все эти мероприятия. Все гости. Вот так вот мы раскинули столы. Пока что это все стоит, но уже гостей не будет. Только на 52 дня. Но, скорее всего, 52 дня поминать мы уже будем в Баку. Папе уже надо обратно уезжать, потому что он уже 40 дней как не на работе. Его спуска ему так и не оформили. Кстати, он без отпуска. Поэтому папа с дядей в срочном порядке. Наверное, через пару дней улетают. Вот и погода отличная. Что произошло с нашим садом? Вы, наверное, не узнаете этот участок, но здесь раньше был наш сад. Сейчас уже здесь деревьев нету. Все повытаскивали. Будут обновлять сад. То есть все деревья с корнем вытащили и будем сажать новые деревья. Потому что этому саду было около 40 лет. Он уже был старый, уже не приносил плоды. На эту булочку. Как мне нравится этот песик. 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 Хлебусок я принесла тебе. На. Мы его подкармливаем каждый раз, когда приезжаем сюда. Посмотрите, какой он красавец. И сейчас наверняка многие напишут просто хлеб. Ну да, он кушает просто хлеб, когда есть какой-то супчик, или кости, или мясо, остатки. Мы все отдаем ему. Ну а так собак здесь много. Есть одна собака черная, такая очень худая. Она боится всех. Сколько я ни пробовала, ее покормить не получается. И мне очень жалко это животное. Она боится людей. И поэтому люди не могут покормить эту собаку. И она уже вынуждена просто ловить кур и кушать. Потому что другого варианта выхода из ситуации она не видит. И когда люди видят, что она ворует кур, они начинают агрессировать. Понятное дело, что эту агрессию видит собака. Еще сильнее боится людей. Вот я хотела ее покормить, и я прям бежала за ней. А она от меня. Короче, так я не смогла покормить эту черную собачку. Я очень сильно всегда боюсь гусей. Посмотрите, как аппетитно он кушает. Красавец. Ну все, я еду в Паку. Дом. Милый дом. И булка в нем. Твикс. Как мама скучала по булке. По маминой булочке. Посмотрите, какой он сладкий. Приходила к нему порваночка. Но как только он понимал, что это не я, сразу убегал. Убегал радость мамина. Да, булка? Да, булочка. Посмотрите, какой он ингредиент. Я не могу его во сне видела. Когда была в деревне, я видела его во сне. Что мы ему опять ставили эти капельницы. Красота. Красота. Не хочу лениться. Хочу сразу переодеться. Разложить все вещи по местам. Хорошо, что я взяла с собой вот этот кардиган теплый. Вечером было очень холодно. Я его накидывала. Мамочка мне положила деревенские яйца. Будем сейчас и шумку мутить. Еще здесь яблоки. Я, правда, не очень люблю яблоки, на самом деле. Я больше виноград, бананы, киви. Но ничего. Взяла, кстати, с собой очки. А в деревне они так и не пригодились. Косметос мой. И самое главное, сыр. Кстати, мне дядя объяснил, как узнать, хороший сыр или нет. Если есть горький привкус, значит, сыр не очень качественный. Одежда. И средства для снятия макияжа. Разобрали. На поминках я была вот в этой юбке, которую я недавно заказывала. Шейн. И вот в этом топике. Сейчас я понимаю, что все-таки для этого мероприятия лук не совсем в тему. Но я покупала себе черное платье, если вы помните в предыдущих влогах. Но так получилось, что оно с длинным рукавом. Я не знала, что будет настолько жарко. И я бы просто запарилась бы в платье, если была бы с длинным рукавом. Потому что 30 градусов жары. Мои хорошие, я просто в шоке. Посмотрите на его лапку. Что у него произошло? Когда я уходила, у него такого не было. Я не понимаю, это какая-то болезнь или он поранился. Посмотрите. Там у него дырка. Ужас, Твиксик. Где ты так поранился, мамина радость? Посмотрите. Прям вот видно. Ужас, ужас. Бедненький мой. Чего он постоянно в какие-то истории влипает? Вроде я его оставила в комнате, где не было никаких острых режущих предметов. Или если это какая-то болезнь, то почему она появилась за один день, когда меня не было? Может, я чего-то не понимаю. Возможно, у ваших животных было что-то наподобие. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. Может, к ветеринару его. Честно, я просто в шоке. Я не понимаю, откуда у него это на лапке. Сначала я подумала, что, возможно, это какое-то механическое воздействие. Он поранился или ударился об какой-то угол. Но я обошла все углы. И нигде нет ни капли крови. А как вы видите, на лапке очень большая рана. И если бы это действительно была бы рана, то 100% где-то была кровь. Тем более, когда я выходила из дома и оставляла его одного, я его оставила только в одной комнате. Я посмотрела там. Видите, мой сладенький. На него соль, мне вот так жалко. Но ему не больно. Самое удивительное, что ему вообще не больно. У него не болит лапка. Он прыгает, бегает, отлично себя чувствует, кушает и так далее. Мне кажется, это как раз-таки очень плохо. Если бы у него болела бы лапка, это, наверное, он бы поранил. А в таком случае там происходит какой-то процесс гноения, возможно, даже. Поэтому мы записались на завтра. Я сначала позвонила врачу. Врач сказал, что скорее всего это там какое-то механическое воздействие. Но если бы это действительно было так, у меня не было один день. За один день, если бы он поранил лапку, сегодня она должна была бы у него болеть. Но я, в принципе, в Инстаграм выложила фотографию. Там девчонки разные варианты пишут. Я всегда стараюсь выставлять в Инстаграм, потому что люди, которые сталкивались с подобными проблемами, делятся с вами опытом. Это, конечно, бесценно. Но в любом случае, я думаю, не надо экономить время и деньги. Мы записались на прием врача. Посмотрим, что она скажет. Пусть она посмотрит как профессионал. Может, даже придется опять какие-то анализы сдавать. Мне прям жалко животное. Он просто облизывает лапку. Да, сейчас тоже это же место он облизывает. Но не болит лапка у него. Поэтому я думаю, что там что-то серьезное. Мне почему-то так кажется. И вообще, после последних случаев, так скажем, последних моментов, связанных с моим котиком, я в последнее время очень переживаю. Переживаю в том плане, что нужно вовремя обращаться к врачу. Одно не успело закончиться. Началось новое. Господи боже мой. Сделай так, чтобы он был живой, здоровый. У него ничего не болело. И было все замечательно. Вот чего я хочу. В общем, завтра в 15.30 мы идем к врачу. Я, наверное, буду снимать для вас влог. Покажу вам все, как прошло. Ну, а лапка выглядит на самом деле плачевно. Первая моя мысль, что он просто поранился. Ну, блин. Почему это произошло именно в тот день, когда меня не было дома? Если это какое-то гноение, то почему это произошло только в этот день? Еще врач, кстати, сказал, что, возможно, на фоне стресса он остался дома и сам себя покусал. Ну, как-то это не выглядит, что он сам себя покусал. Давайте я вам чуть-чуть поближе покажу. Возможно, среди вас тоже есть люди, у которых есть животные. И, возможно, у нас тоже были такие же проблемы. Обязательно пишите в комментариях. Почитаю с удовольствием. Вот, посмотрите. То есть многие не поняли, подумали, что я изнаночную сторону лапки показываю. Нет. Вот его лапка. И вот здесь вот такая вот вмятина, или как правильно сказать. Смотрите, очень похоже на гноение. Стараюсь вам поближе, чтобы камера сфокусировалась, но ему абсолютно не больно. Что это такое, господи? Господи, малыш, кто с тобой? Что ты такой проблемный-то, а? Я не знаю, на видео видно или нет, но у него вот эта вот часть, она побритая. То же самое с другой лапкой, потому что мы ставили катетер, или как правильно, чтобы ставить капельницу. В общем, сначала была на той лапке, потом мы переставили сюда, потому что произошло смещение. И я-то сначала подумала, может быть, это из-за этого произошло здесь гноение. Но врач вроде сказал, что это никак не связано. Сейчас я вам продемонстрирую, что он не хромает. Твикс-твикс-твикс-твикс-твикс-твикс. Твикс. Видите, вот. Абсолютно нормально ходит. Не хромает абсолютно. Отлично себя чувствует. Играется. То есть, болевых ощущений у него нету. И это-то плохо. Если бы у него были болевые ощущения, мы бы с вами поняли, что он просто повредил лапку. А сейчас непонятно, какой процесс у него там пошел. И мы будем говорить о том, что он можетupl然後. Пока. Пока. Пока.